Продолжение следует... Чем же, собственно говоря, занимается у нас Маргарита. Марго, здравствуй. У нас есть оперативный информационный фонд, почему-то оказалось здесь. Огромное количество спикеров, огромное количество желающих принять участие в фестивале психологии, которым занимается Галина Игнатьева. Расскажи, пожалуйста, как ты попала на этот фестиваль, с какой темой, с какими мастер-классами ты там будешь себя представлять? Фестиваль этот организуют непосредственно мои коллеги, с которыми мы общаемся каждый день, взаимодействуем. Среди них не только Галина Игнатьева, есть и другие люди. В основном это гештальтерапевты. Основная идея наша вообще в том состоит, чтобы как-то выйти из-под поля, издевить о себе и рассказать ульяновцам о том, что есть такой метод. И, в общем, доступно приходить к нам на консультации, работать с нами, ознакомиться с нами. В общем, как-то открыться миру. То есть формат фестиваля это просто пообщаться, выстроить какой-то диалог с жителем города Ульяновска, либо все-таки проведение серии мастер-классов, знакомства со своими студиями, где вы работаете? Да, да, да. Все вместе, пожалуй, да. Вообще символ, наверное, этого фестиваля для меня это какие-то открытые такие распахнутые двери вот навстречу людям, которые могли бы и прийти, и познакомиться, увидеть нас непосредственно, и побывать на наших мастер-классах, и о чем-то поработать в плане своей жизни, своих целей, жизненных задач, больше как-то себя осознать. И вообще больше понять, что такое может быть психотерапия и консультирование, потому что многие как-то об этом задумываются и хотят, но кто-то не отваживается, боится, не знает, как это, про что это, как это будет. Вот на фестивале будет возможность как раз как-то с этим соприкоснуться. Мы, кстати, с Галей тоже говорили об этом исключительно русском страхе, боязнь перед психотерапевтом, в отличие от отсутствия боязни перед священником. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, где коренится этот страх на уровне чего, и, например, освязять то же самое поколение двухтысячных, которое родилось в совершенно другой России, есть ли у молодого поколения страх психотерапевта показаться инаковым, другим, может быть, немного сумасшедшим, если тебя обращаешься за помощью психотерапевта? Я думаю, что этого страха все меньше у молодых людей, и это здорово. И они, как клиенты, раскрывают себя в терапии более смело, и действительно не боятся показаться какими-то не теми, не такими, меньше у них каких-то убеждений, как надо, какими надо быть. И в этом смысле, конечно, проще работать, потому что и вот это сближение, такое хорошее, и тандем терапевтический, он устанавливается быстрее с такими людьми. А корни вот этих убеждений, что если я иду к психологу, то я какой-то ненормальный, не такой, ну, они, наверное, из Советского Союза растут, идут. Но, слава Богу, этого все меньше, это как-то отживает, и вот эта волна такой западной свободы каждому иметь своего терапевта, психолога, и решать проблемы, не сливая их на семью или рабочий коллектив, а приходя к профессионалу-специалисту, где действительно можно получить компетентную поддержку и помощь, не разрушая при этом свою жизнь, вот, а действительно как бы, ну, как-то восстанавливая что-то для себя, да, вот от сессии к сессии, поддерживать вот эту какую-то и гармонию, и удовлетворенность в собственной жизни, вот, не за счет близкого окружения. Возвращаясь к фестивалю, какие тематические площадки там планируются, какие темы заявлены, сколько дней он продлится? Он будет идти один день, это будет 20 апреля, начнется он регистрация в 9, а открытие в 10 непосредственно. Это будут очень разные мастер-классы и очень разные темы, и я думаю, что, ну, это есть все на социальных страницах наших. Вот тебе, как самому, как психологу, какие темы было бы интересно посетить? Что тебя сейчас интересует? Какие области психологии? Либо ты, в принципе, уже всех своих коллег хорошо знаешь, все прослушала, да, чашка чая, и, в принципе, к нему же идти смысла нет. Да, мы как бы знаем эти темы этих мастер-классов, и мы общаемся регулярно на эти темы, да. Мне сейчас интересно, наверное, бы вот со мной было, есть какой-то такой вот к людям интерес, да, приблизиться, и я буду выступать с темой, тема моего мастер-класса будет называться «Трансформация чувств и удовлетворенность ВКонтакте». Будем мы тоже с коллегой, с Еленой, вести этот мастер-класс. Вот его цель для нас, ну, сформировать какие-то, может быть, базовые навыки вообще работы с чувствами. Да, потому что, и это мой такой интерес большой, действительно, потому что, когда люди приходят на групповую или индивидуальную терапию, это первое, чем мы занимаемся, каким-то налаживанием контакта человека с самим собой вообще, в развитии способности понимать, слышать, чувствовать самого себя и как-то выражать себя рядом с другими людьми открыто. Вот цель нашего мастер-класса, она в этом заключается. А мой профессиональный интерес, это, наверное, работа с кризисами больше, потому что вот я работаю индивидуально, веду индивидуальное семейное консультирование, и в основном ко мне приходят сейчас люди, которым, ну, где-то от 30 до 45 лет, которые прекрасно образованы, да, прекрасно образованы, как-то много чего достигли уже в этой жизни, да, например, там, женат или замужем, имеют детей, квартиру, машину, то есть какой-то комплект социального благополучия такого, скажем так. Но счастья нет. Ну, как, кстати, по-американски. Удовлетворенности, радости жизни, какой-то такого хорошего ощущения себя в этой жизни, вообще этого нет. И таких людей много. Поэтому основой, вообще, конечно, вот такого поиска себя, нового поиска себя в этом кризисе, да, в среднем возрасте, только вот эта глубокая депрессия уже, люди приходят в разных состояниях. Основой этого поиска является как раз распознавание собственных, вообще, чувств. Вот, кто я, что я, про что я живу в этом мире, как я ощущаю себя, как мне хочется быть, жить в отношениях, в чем себя воплощать. То есть, люди как бы следуют этим трендам, модам, успешности, будь классным, крутым, много зарабатывай. Не знаю, там, построй карьеру, купи все, уедь в дорогую страну, отдохни там. И многие это делают и реализуют, но при этом это какая-то чужая программа, все равно. А мне вот два момента заинтересовали. Когда мы в разговоре относительно кризисов, обращаются люди к психотерапевту, когда у них все хорошо. То есть, есть ли люди, которые испытывают избыток счастья и пытаются как-то от него отделаться, вернуться в состояние противоположное, может быть, кризисное, немного депрессивное, чтобы как-то сбалансироваться. И относительно твоей основной темы, которая будет на мастер-классе «Трансформация чувств», это, по-моему, через социальные сети ВКонтакте? Через, нет, через общение ВКонтакте. А, через общение, господи. Через живое общение, через я и ты общение. Все, понял. Я думал, все-таки, о влиянии социальных сетей на формат человеческого общения. Тогда при макризисе бывают ли противоположные ситуации, когда люди идут с избытком счастья к психотерапевту? С избытком счастья не идут. Наверное, просто живут и радуются жизнью такие люди, да. Но вообще, надо сказать, что рядом с терапевтом можно прожить и разделить разные состояния. У нас ведь еще и радостью не принято делиться вообще в обществе. И тяжело делиться. Например, кому-то сказать, смотри, у меня вот это происходит. Боятся зависти определенной. Да, боятся зависти. С глаза и так далее. То есть еще много таких специфических. И люди схлопываются и не хотят, в общем, делиться и рассказывать. А ведь это тоже важно признать, принять, прожить, что в этой сфере, например, у меня все хорошо в жизни. И как-то это почувствовать действительно, может разделить с кем-то. Когда это разделяешь с кем-то, говоришь об этом, это разворачивается. Это можно дифференцировать, различить, покусать, усвоить, как-то уложить в себе, что ли. И это также важно, как и что-то проблемное в нашей жизни. Потому что это, в общем, мы целостные люди. И важно принимать и видеть какие-то успешные, хорошие, реализованные в своей стороне наряду с проблемами. Поговорим о твоей мастерской, возможно, я не совсем ее правильно называю. О студии, мастерской «Быть собой». Что это? Это психологическая студия «Быть собой», которая родилась в итоге долгих исканий себя. И потом долгих исканий в рамках уже психотерапии подходов, которыми я работала бы. Это студии, это конкретное место есть в центре «Намира», где я работаю, принимаю клиентов в рамках индивидуальной терапии, детско-родительской, семейной или парной психотерапии, групповой. То есть вот такие разные формы работы, в которых я работаю с клиентами. Это название «Быть собой». Это, конечно, выросло из истории, из моей истории, наверное, да. Потому что вот быть собой для меня это какой-то… Не быть экономистом. Не быть экономистом, не следовать шаблону, может быть, не делать, как советуют люди, как видят в меня окружение, да. А как-то опираться на свои ощущения и, может быть, рисковать в чем-то, да. И выглядеть как-то действительно не так, да, но при этом быть собой. И это мой какой-то сейчас… я не знаю, какой крич, что ли. Это какая-то, да, название, выросшее из моей истории, какого-то долгого искания себя. И вот я продолжаю в этом как бы укореняться, что ли, да, в этом поиске, обрастаясь к каким-то новым интересным сторонам. Да, и название немного отсылает к фурмовской фильме, книге «Иметь ли быть? Как мы ощущаем мир, бытийствуя или обладая им?» Вот. И еще такой вопрос относительно… Эта дилемма, кстати, вот как раз тоже, о которой вот я сейчас говорила. Сорвать цветок или не бываться? О клиентах, да, которые приходят в кризисе, например, да, у которых еще есть, и они, правда, имеют, но могут ли они быть, да, в этой жизни. Вот они действительно сталкиваются с этой дилеммой, приходя в терапию. То есть я много чего имею, но кто я на самом деле в этой жизни? Вопрос относительно твоих профессиональных качеств. Вот опять вспоминаю книги Ирвина Елома, мы видим то, что порой границы между человеком, пришедшим в психотерапию, то есть самим психотерапевтом нарушаются, устанавливаются личные контакты, симпатии, эмпатии и так далее. И все это превращается в какие-то большие запутанные личные отношения, которые грозят уничтожить всю психотерапию. Скажи, пожалуйста, как ты поддержишь эту границу, дистанцию между клиентом и собой? И бывают ли такие случаи, когда клиент готов стать другом, но ты этого себе позволить не можешь? Вот на самом деле важно и то, и другое. Важна действительно симпатия и эмпатия, и способность чувствовать другого, и устанавливать связь с другим. Без этого не сложится терапевтический тандем и не быть доверием к клиенту. Ну да, за границей нужно следить, это ответственность терапевта. И, в общем-то, есть какие-то постулаты, правила, которые мы озвучиваем клиенту с самого начала. О формате и рамках нашей работы, в которой, например, невозможно стать друзьями или любовниками. О том, что есть сеттинг, есть какое-то ограниченное время, когда мы работаем вместе. Есть какой-то контракт, которым мы следуем, есть какой-то финансовый вопрос, который мы решаем. И вот это все про границы отношений с клиентом, о которых мы сразу же говорим. То есть мы эти очки обозначаем. Есть еще такой аспект, это для клиента. Есть еще такой аспект, как бы, как самой не слиться с переживаниями клиента, если они сильные, если есть какой-то свой схожий опыт. И, в общем, такая тяга к слиянию в этом. Да, и к тому же, если еще клиент будет красноречивый, очень интересно рассказывать об этом. Да. Вот. Здесь залогом вообще здорового какого-то подхода и отношения является и личная терапия, терапевта самого. То есть вы тоже ходите к сеттинге? У нас очень большой, у всех вот практически коллег, которые организуют вот это мероприятие, у всех большой опыт и личной терапии и супервизии. Это, в общем, такой залог хорошего контакта с клиентом, какой-то устойчивости самого терапевта. Наверное, так. У тебя написано, что ты являешься клиническим психологом. Что это значит? То есть ты работаешь в больнице, работал в психиатрической клинике. Что это за стезя психотерапевта? Это работа с разными видами психопатологии. То есть есть границы нормы, да, это нормальные люди здоровые, психические, да. И есть люди с разными отклонениями, скажем так. Клинические психологи, ну, они имеют право и компетенцию работать с такими людьми тоже. То есть мы не назначаем, например, как психиатры медикаменты. Вот мы, я, как правило, отправляю к психиатру этого клиента, да, где, если ему нужна ему назначается медикаментозная поддержка, а уже как клинический психолог я работаю с ним непосредственно. Ну, такая вот более, скажем, глубокая компетенция. А самая любопытная с точки зрения науки заболевание, с которым ты сталкивалась у клиента? Жизофрения, это целый мир непостижимый и порой прекрасный, в который хочется, да, улететь вместе с клиентом, да, посмаковать его, полюбоваться. Иногда бывает ужасно совершенно, ну, то есть проблемы бывают самые разные, но шатуренькие, они, понимаемый, аппетит самый интересный. А бывало ли такое, что клиенты начинают его преследовать в силу прогрессирующей какой-либо болезни? Ну, слава богу, такого пока еще не бывало, вот. Ну, я встречалась с такими социоапатичными, в общем, клиентами, от которых я прощала угрозу, ну, это не было как-то реализовано в жизни, в виде там последований каких-то реальных угроз. Поговорим о твоем спокойном сне, как ты все-таки стараешься дистанцироваться от богатого авто приобретенного за день от других людей и видеть все-таки свои сны, а не сны своих клиентов? Мне кажется, важно очень любому психотерапевту иметь свою насыщенную, богатую, интересную жизнь. И как-то не замещать, что ли, да, ее историями клиентов, даже в которых очень много чувств каких-то, да, и увлеченности какой-то, да. Вот если она есть, это жизнь. Семья, близкие, собственно, интересы разнообразные, да, какой-то профессиональный путь и так далее. То есть если жизнь наполнена, насыщена, то вот такого не происходит, что я не сплю спокойно из-за клиентов, да. О каких-то из них я, правда, больше думаю, чем об остальных. Вот можно сказать то, что в нашем городе есть музыкальная тусовка, есть модная тусовка, есть у нас психотерапевтическая тусовка. Это вне фестиваля, где вы собираетесь обсуждать какие-то проблемы, повышаете уровень и качество своего образования. Да, безусловно, есть эта тусовка. Есть ли какая-то база, место, это клуб, это бар, это университет, что это? Или просто встречаетесь на улице, где эти вопросы? Вот мы с коллегами, наша команда в основном консультирует на базе двух студий. В студии «Быть с собой» и еще вот там, где работают Наталья Едакимова и Галина Игнатьева, там у них тоже есть кабинет. Вот на базе этих двух студий, кабинетов мы встречаемся, у нас такая коллегиальная встреча происходит, на которой мы, например, разбираем какие-то случаи трудных клиентов, принимаем какие-то волнующие нас важные вопросы, ценностные, философские, связанные с терапией, какие-то наши собственные трудности или заторы в практике, которые мы видим, сами распознаем. У нас есть возможность обсудить это друг с другом. Это очень такое поддерживающее, теплое и профессиональное пространство, в котором, в общем, мы растем. Есть говорить о профессиональном пространстве роста, какие, может быть, мастер-классы, обучающие программы вы посещаете, просматриваете на Ютубе, чтобы постоянно повышать свою квалификацию? Потому что с развитием мира, с развитием технологий, мне кажется, появляются новые болезни, даже в зависимости от соцсетей, от киберсекса и не только. Да, и клиентов, приходящих с зависимостями разного рода, все больше на самом деле. И есть еще такая неприятная тенденция. Как бы соцсети – это такой разрозненный мир, которым очень сложно установить какие-то реальные, человеческие, теплые отношения людям. И много приходит молодых тоже людей и девушек, которые, например, общаются в соцсетях, но им сложно построить такие глубокие настоящие отношения, хорошие, близкие, с живыми людьми. Для многих это проблема. А что касается меня, я много смотрю на Ютубе, и читаю, и езжу по разным развивающим программам. Все это связано для меня с психотерапией, конечно, больше, и с гештальтерапией, с направлением, в котором я учусь. Очень много сейчас авторов, которые об этом много пишут и как-то развивают вообще теорию бештальтерапии дальше. Есть ли какие-то специфические жесты у любого психотерапевта, чтобы показать свою расположенность клиенту? Не бывает ли такое, что ты к концу психотерапии сама закрываешься, скрещиваешь руки, ноги, закрываешься от клиента? Либо все-таки определенный опыт, профессионализм тебя постоянно подталкивает быть открытой для мира? Наверное, есть какие-то жесты. Ваши заложники в своих собственных жестов. Многие психологи говорят, и, наверное, они вот так вот иногда уклоняют голову. Я так делаю, я про себя знаю. Это какие-то мои жесты. По поводу рук и ног, не знаю. Наверное, это все происходит как отклик на клиента, как отклик на человека, который рядом. И жесты, и лихаря. То есть это можно открыть и закрыть тоже психотерапевта? Нет, терапевта не может. Скорее, я могу чувствовать, что мне хочется сделать рядом с ним, да? Вот с этим клиентом закрыться или открыться. Расслабиться, дышать глубже или наплачься. Выйти из комнаты. Выйти из комнаты, да. То есть это какой-то живой отклик на реального, рядом присутствующего человека. И это очень диагностично. Потому что если я испытываю такие чувства рядом с человеком, возможно, другие люди рядом с ним испытывают похожие чувства, да? И мы могли бы тогда с этим как-то работать, использовать эту терапию как материал. Если говорить о фестивале, ожидаются какие-либо хедлайнеры? Может быть, это какие-то опытные психологи нашего города, или области, или приезжие люди? Будет много всех. Я думаю, что многие авторы сами о себе. А кого-то, может, стоит выделить из-за богатого опыта, или из-за, ну, не знаю, может, у него какая-то там есть почетная грамота от Института психологических исследований США, или что-то в этом роде. Я думаю, что у всех моих коллег есть какие-то специфические сферы, в которых они улюбляются, да? И в которых, ну, вот из опыта, да, им есть что сказать в этом смысле. И это очень интересно, действительно достойно понимания. А так к нам еще присоединяются и, скажем так, люди не только из гештагетерапии, да? Например, с нами будет еще Галина Морозова, Татьяна Кузьмина. То есть психологи, которые работают и в других направлениях, да, и которые имеют колоссальную опыт на самом деле. Вот говорят про актеров, то, что актерам можно сказать где-то после 25-ти, когда ты переживешь весь эффект речи, чтобы вживаться роль того-либо существа. Вот что можно сказать по поводу психологов, психотерапевтов? А в каком возрасте может появиться зрелость, сформировавшийся психотерапевт, который может быть человеком? Я думаю, что возраст... Может ли психолог сказать после окончания там университета? Должен ли он пережить все ситуации, с которыми сталкивается при той или иной болезни? Наверное, не все, потому что все все-таки не пережить, но, наверное, что-то он должен пережить. И мне сложно как-то сказать, вот исходя из лет, прям вот сколько должно ему лет быть, какой возраст, мне кажется, тут важными два фактора формирования терапевта. Это какой-то свой путь прожитый, трансформация перемен, изменения и выхода из каких-то трудностей, кризисных состояний, опыт какого-то роста, взросления, осознанный такой вот опыт, да, чтобы было чем поделиться, да, вообще с клиентом. Соло, соло пережить, да, что... И второй момент, это, наверное, момент все-таки личной терапии, потому что это место, где мы взрослеем, растем и осознаем, что с нами происходит, и все раскладываем по полкам. То есть я не думаю, что может быть хороший терапевт без личной терапии. Это путь, который вот, ну, изнутри, что ли, нас раскрывает как терапевту. И мне легко тогда чувствовать и понимать клиента в роли клиента, да, мне как терапевта, у которого есть клиентский опыт. Мне понятно, что он проживает в этом мире. Относительно семьи и друзей, насколько просто общаться и помогать им в тяжелых ситуациях, тебе как психологу и психотерапевту, здесь ведь ты не можешь провести какие-то профессиональные линии и так далее. Вот насколько ты можешь уйти в проблему близкого до тебя человека и вернуться обратно? И насколько ты в этом компетентный и профессиональный? Помогает это или нет? Или лучше все-таки идти к стороннему психотерапевту? Лучше идти к стороннему терапевту, потому что мы, как близкие люди, все равно будем сверх вовлечены. И наш взгляд очень такой субъективный, да. Я, наверное, могу поддержать своих близких, да, из роли, там, мамы, жены, дочери, да, родственницы, подруги, может быть, близкие, да. Но это не будет психотерапия, это будет другое, да, это просто будет такое, ну, теплая семейная поддержка. А и те же проблемы, да, лучше к терапевту, к невовлеченному в процесс профессионалу, вот, будет эффективнее, конечно. Уважаемые друзья, у нас сегодня в гостях была Маргарита Усерднова, опытный психотерапевт, в общем, у человека куча регали. Если хотите получше узнать конкретно ее и многих других прекрасных людей, приходите 20 апреля на фестиваль психологии, где куча интересных и опытных людей поделится своим уникальным опытом, опытом, наверное, познания душ человеческих, что всегда будет интересно как обычным слушателям, так и профессионалам. Следите за психологическим и всем хорошим. Субтитры подогнал «Симон»